Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ. Дорогие друзья, коллеги, мы рады приветствовать вас в пресс-центре города Казани. Сегодня у нас насыщенный день и, как всегда, очень интересные гости. Здравствуйте. Митрополит казанский и татарстанский Владыка Феофан. Здравствуйте. Мы поговорим и о Кубке Конфедерации, и о крупнейших религиозных объектах Казани. И я хочу от себя спросить Владыку, насколько он интересуется и футболом, и самим соревнованием Кубком Конфедерации, за кого болеет. Ну, за кого болеет, понятно. Вы знаете, если кто читал мою биографию, то сразу поймет, что имею отношение к футболу. Потому что довольно долго я трудился в Аргентине, в Латинской Америке. А в Латинской Америке, когда ребенок рождается, мальчик, первое, что ему преподносит, это футбольный мяч. И если вы пойдете по Буэнос-Айресу, не знаю, где-нибудь в Мексике, вообще в любом латиноамериканском городе, то, конечно же, всегда, в первую очередь, везде этого тага ребятишек в скверах, в парках, на улицах гоняют мяч. Поэтому, естественно, футбол, мы, скажем, наверное, не совсем национальная наша русская игра, но близка и мне. Казань на Буэнос-Айрес похожа или на Мадрид? Казань ни на кого не похожа. Казань похожа на самого себя, потому что каждый город имеет свое лицо. А похоже, может быть, и похоже, потому что тоже люди на двух ногах ходят по два глаза, и такие же жизнерадостные и веселые, как и в других городах. Спасибо. Вопросы есть от коллег? Значит, я хотел бы сразу попросить вас без стеснения атака на митрополита со всех сторон. Я постараюсь быть, ну, не футболистом, но все-таки и не отбиваться, а вступить с вами в диалог. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы даже больше, чем вы думаете. Самые щепетильные. Пожалуйста. Газета Шахри Казан, Дамир Бадриев. Уважаемый Владыков Яфан, вопрос, конечно, не очень для конференции. Я просил его представляться сразу. Газета Шахри Казан, Дамир Бадриев. Вот запрещенная в России организация Исламского государства взорвала мячей, которая 500-летней давности построена в Масуле. Вот как вы это оцениваете? Шукран Хабибе, оценивать нормальный человек это может только отрицательно, потому что здесь даже заложено противоречие в действии самих этих людей. Ведь именно в этой мечети они провозгласили так называемое Исламское государство. Значит, тем самым свидетельствовали, что это главная святыня для мусульман. И когда почувствовали крах, тогда взорвали. Взорвая мечеть, они взорвали и сами себя окончательно. Вот я думаю, что вот такова точка зрения. Вообще-то, когда совершается такое варварское деяние, как уничтожение памятников культуры, насчитывающих многие и многие века, то и тысячелетия, то очень трудно судить насчет образа вообще человеческого. Я думаю, что вот так ответ мой. Спасибо, спасибо большое. Вот вопрос девушки, пожалуйста, на первый ряд. Добрый день, Ольга Галышбина, Татаринфорум. В начале этого года РЦП выпустило список профессий, несовместимых со священнослужением. Среди них были профессиональные спортсмены. Скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, допустим, профессиональный футболист не может заниматься священнослужением? Вот еще раз, меня поконкретнее повторите. В начале этого года РЦП опубликовало список профессий, несовместимых с духовным наставничеством, со священнослужением. В этом списке оказались и профессиональные спортсмены. Скажите, пожалуйста, прокомментируйте ваши отношения. Почему профессиональный спортсмен, почему профессиональный футболист не может заниматься духовным наставничеством? Спасибо. Вы знаете, особенно Запад ведь ратует за разделение труда. Да? И говорит, что все должно быть. Врач должен лечить, конструктор должен изобретать какие-то технические вещи. Я думаю, что профессиональный спортсмен, ну, у него же профессия – спорт. Наверное. Ему надо заниматься лучше спортом. Потому что очень трудно сидеть, вы попробуете сесть на два стула. Нелегко будет, наверное. Самый элементарный эксперимент. Да? Потому что, очевидно, нет полного погружения. Или одна, или вторая сторона профессионально страдает. Поэтому, мне кажется, что это дело тех, кто запрещал. Но, мне кажется, они, наверное, защищали спорт. Защищали спорт. И спортсменов. От того, чтобы они занимались тем, к чему призваны. Ну, если хочешь заниматься духовным наставничеством, ну, что же, занимайся. Но только, наверное, тогда спорты придется составить. Спасибо. Зато есть, наверное, бывшие спортсмены, как и актеры, режиссеры, которые занимаются духовным наставничеством. Есть. Есть бывшие спортсмены, есть бывшие военные, есть бывшие... Я еще раз повторяю. Невозможно. Иногда они ведь противоречат. Ну, скажем так. Вот он будет заниматься духовным наставничеством, а у него игра. А сейчас идет пост мусульманский. Как вы будете сочетать? Ему надо поститься, ему надо ходить в мечеть, ему надо иметь очень многие ограничения. А профессиональный спорт требует другого. Правда? Ну, что так. Спасибо. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Вот сейчас еще раз на первый ряд. Спасибо. Татарстан очень сильно выбивается среди регионов России. Здесь много коллег из других регионов, поэтому хотелось бы, чтобы вы рассказали о православных центрах в Татарстане. Все-таки принято считать, что большинство населения Татарстана мусульмане, но среди... Я не знаю, где принято считать, есть статистика. А принятие считать это вещь индивидуальная. Все-таки статистика, она свидетельствует о другом. И об этом часто говорит и руководство Республики Татарстан, и религиозные деятели. У нас все-таки примерно 50 на 50. И поэтому это очень важный момент. И наравне с мусульманскими святынями имеется очень много действительно знаковых православных христианских мест. Ну, наверное, не надо далеко ходить. Начнем прям с Казания. Куль-Шариф и Благовещенский собор Казанская икона Божьей Матери и место ее обретения, где воссоздается тот собор и на том месте, где была обретена эта величайшая для христиан святыня. Это и Раифа тоже. Это духовно-просветительский и образовательный центр, духовная семинария. Я отвечаю на ваш вопрос. Поэтому я думаю, что очень важный аспект, что Татарстан показывает модель и дает ответ на то, как надо выстраивать межэтнические, межнациональные и межконфессиональные взаимоотношения. Сейчас человечество, общество в целом все время ищет этого консенсуса. Правда, иногда не теми средствами, которыми этот консенсус достигается. Так вот, я часто говорю на международных встречах, приезжайте к нам в Казань и увидите не консенсус в теории, о реальной жизни, взаимопонимании, взаимоуважении в нашей республике. Как живут носители разных религиозных ценностей и национальных, культурных, но живут в одном доме, живут с пониманием, живут не просто декларируя, а свидетельствуя ту модель своей жизнью, которой многие так стремятся. И когда я встречаюсь, это довольно часто бывает, с различными представителями западного мира или с гегемоном демократии, все это относительно, конечно, Соединенных Штатов, то ответ у меня бывает один. Христу когда-то спросили, где ты живешь? Он говорит, приходи, явись. Так я говорю, приезжайте к нам в Татарстан и посмотрите, как мы живем реально, а не декларируя. У нас стоят и мечети, и православные храмы. Один идет в мечеть, второй идет в храм. Да, мы верим каждый по-своему, но мы свидетельствуем, что мы живем в одной стране. И самый лучший ответ гармоничности взаимоотношений межконфессиональных и межэтнических это быт. Поезжайте в любой городок, в глубинку, без пресс-конференции, в сельские поселения и увидите, как люди просто живут по-соседски. Сегодня праздник мусульманский пошли, поздравили все, завтра Пасха и мусульмане яйца будут брать с удовольствием крашен иногда и сами покрасят. Вот это свидетельство взаимопроникновения культур, оно и является цементирующим для нормального бытия. Пожалуйста. Владыка, скажите, пожалуйста, но ведь эта модель, она выстраивалась не за один год. Ее ведь... Эта модель, она выстроена веками. Эта модель выстроена до Ивана Грозного еще. Еще раз повторяю, до Ивана Грозного. И очень важным свидетельством, как мы были вместе, это смутное время, когда Минин и Пожарский шли освобождать Москву от незваных претендентов на царский престол. Ведь совсем немного времени прошло после того, как Иван Грозный был в Казани. И кажется, ну тут-то мы и сведем счеты. Ничего подобного. Пошли вместе и мусульмане, и православные, татары, русские, чуваши. Что освобождать? Москву. Что это за город был? Столица России. Значит, свидетельство, что жили в одном доме. Не говорю уже и 12-й год, 812-й год. И, конечно же, близкий к нам 41-й, 45-й. Мы были вместе, и Татарстан показал, что на сегодняшний непростой век и период с множеством новых вызовов. мы опять свидетельствуем тем, что динамично развивается в экономическом, социокультурном плане, спортивном Татарстан, не вопреки, а только благодаря тому, что мы вместе в одном государстве, в одной, как говорят сейчас, лодке. Спасибо. Вот вопрос телеканал ТНВ. Пожалуйста. Спасибо. Александр, телеканал ТНВ. Возвращаясь в новейшую историю, к Кубку конфедерации, скажите, пожалуйста, много туристов приехало, много болельщиков. Отмечаете ли интерес повышенный к религиозным объектам? Понятное дело, что культурные объекты туристы стараются посещать. Может быть, все-таки среди них есть и представители других религий, да, этой катоники. Спасибо. Повышенный интерес к храму. Спасибо большое. Чтобы ответить на ваш вопрос, все очень просто. Взять и промониторить с телекамерой день в Богородицком монастыре, где явлена была икона Богоматери, и вы увидите нередко разноголосицу. Люди, говорящие на разных языках и идущие прикоснуться к религиозным святыням. Интерес к религиозной жизни был, есть и будет. Или поезжайте в Свиярск, или в Болгар, и мы увидим, что многие болельщики, прибывшие в Казань для того, чтобы переболеть болезнью футбольных матчей в свободное время не в барах и ресторанах проводят, а идут к тем местам, которые являются святыми. не знаю, ответил на ваш вопрос, нет? Пожалуйста. Есть? Да, пожалуйста. Шахри Хазан Дамир Бадреев Уважаем Европейский суд по правам человека вынес приговор против России, что мы обижаем секс-меньшинств. Вот как вы... Кого обижаем? Ну, ЛГБТ секс-меньшинств. Да. Вот ваше мнение по традиционным семейным семействам России. Спасибо большое. Спасибо. Значит, на этот вопрос ответ был дан в Библии. Вы знаете, всем известно Содом и Гамора. Это ответ не человеческого права, а Бога. И Мертвое море по сей день свидетельствует, что там было. Как я отношусь к так называемым нетрадиционным направлением или как их называют секс-меньшинства. Я не могу к ним относиться положительно. Я отношусь к ним как больным людям. И все. Но если вы имеете эту духов... Я о духовной болезни говорю, духовную болезнь, то не надо ее навязывать законодательно всему обществу. Если есть отклонения от природных данных, то это не может быть образцом для всех. А у нас к великому сожалению, что меньшинство в плане нетрадиционных направлений навязывают большинству и говорят «Вы обязаны». А почему мы обязаны? Вы же меньшинство, а мы живем в демократическом обществе. А суть демократического общества в чем заключается? Все-таки выборы, когда идут, говорят «У нас демократия, давайте демократия, чтобы вот так и честное голосование». Демократия значит надо подчиняться выбору большинства. А если у кого-то есть пристрастия нетрадиционные, ну что же, это ваше право, но без права навязывания вашего права другим. Вот и все. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте все-таки не злоупотреблять открытостью владыки и задавать вопросы по теме конференции. Есть еще такие вопросы? Вот, пожалуйста, Лилия Мениханова, Вести Татарстану. Хотел бы спросить, вот у нас много гостей, какие религиозные объекты вы посоветуете им посетить все-таки в первую очередь? В первую очередь, ну, конечно же, вот, находясь в Казани, это место явления казанской иконы Божьей Матери, Богородицкий монастырь. замечательное свидетельство, как мы живем. Это воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери. Еще раз повторяю, это замечательное свидетельство о том, что у нас нет противоречий. То же самое Кремль, Кульшариф, мечеть и Благовещенский собор, конечно, обязательно надо посетить. Конечно же, это представляет и интерес, и пример для подражания. Ну, а болгары, конечно, надо посетить. Это я дойду и до Свияжска, конечно. Спасибо ведущему. Спасибо. Да. Свияжск посетить надо. И Макариевский монастырь на берегу Волги. И Раифу знаменитую. Много очень интересных мест. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, пощепите, пожалуйста, еще. Что, зря ехал, что ли? Нет, ну, вы уже два задали. Да, надо какие-то вопросы. Давайте. Есть желание? Нет? Жалеть будете потом. Владыка, что касается все-таки самого Кубка Конфедерации, вот, насколько вам эта атмосфера праздника футбола, она близка, интересна? Вот я думаю, что это вот опять ответ, в чем мы должны состязаться. Вот и состязаемся на спортивной арене, когда отбросили ненависть, отбросили противостояние, ведущее к самому страшному. Беде – это кровь и слезы. И действительно, это праздник. Это праздник, спортивный праздник, но суть этого праздника, он объединяет людей поверх барьеров идеологических и политических распри. Мы живем на одной маленькой земле, очень маленькая, и мы это сейчас уже начинаем понимать. И поэтому вообще-то спорт, ну, олимпийский, да, всегда был символом единства человечества в целом. Поэтому, слава Богу, что и Кубок Конфедерации проходит не где-то, там только Москва, Питер, Сочи, но и Казань. Замечательный город Российской Федерации. И надеемся, что как раз проведение этих игр Кубка Конфедерации покажет, что Казань не первый, но не второй, не третий город в нашей стране. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопрос есть. Пожалуйста. Два вопроса даже. Вы сами ходили на игру или, может быть, собираетесь пойти? Собираюсь пойти завтра. собираюсь поболеть, но чтобы не заболеть, чтобы не проиграли-то наши. Ну, вот, понимаете, в чем дело? У меня есть проблема. Я очень люблю Латинскую Америку. Наши играют с Мексикой, да? Но, конечно же, Россия хороша страна, да? Песня там какая-то есть. Но вот Россия лучше всех. И, конечно, за своих ребят буду. Вот если меня кто-нибудь увидит, смотрите, не вздумайте завтра проиграть, чтобы вы обязательно выиграли завтра, запомните. Но не обижайте гостей. Но выиграть вы обязаны. Спасибо. Оксана Аганин, у меня такой вопрос. Мы прекрасно знаем, что любое, вообще, что бы ни происходило, без притока молодежи, оно постепенно затухает, умирает и приводит к небольшому упадку. Иногда к большому. Православная церковь. Что вы сейчас делаете для того, чтобы молодежь приходила в церковь? Ну, мне, например, этот вопрос очень близок и интересен. У меня тоже дети, и мне было бы радостно, если бы мои дети относились положительно к церкви, в том числе к православной. И в последнее время все-таки молодежь у нас достаточно активная, а есть некоторая череда таких скандалов, как, например, с Пессерайт или с молодым человеком, которого приговорили к некоторым срокам заключения, вернее, условного, за ловлю покемонов. А вот что-то положительное, может быть, интеграция какая-то в современную культуру, привлечение молодых. Что делается в данном случае? Спасибо. Спасибо. Я вам хочу сказать простую вещь. Вот все вот эти вещи, которые на слуху в прессе, в общество, ведь, если хотите, это искусственно подогревающиеся. А очень много делается, ведь добрые дела, они вообще-то не трубят о себе, да? Вот у нас есть лагеря, молодежные лагеря, где молодые люди вместе отдыхают, и ваш покорный слуга в этом году приобрел замечательное место, соколка называется, на берегу камы. И вот уже несколько групп молодежных лагерей там провели. У меня есть идея, мы, думаю, что осуществим ее в ближайшее время. Это идея совместных молодежных лагерей мусульманской и православной молодежи. Это поездки, которые мы время от времени осуществляем. Есть у нас автобус свой большой на 50 мест, по святым местам. Поэтому есть очень много. У нас есть молодежный интересный отдел, поэтому если у вас есть дети, пожалуйста, обращайтесь. Я даже думаю сейчас храм на Епеево отреставрировали его, сделать его таким молодежным храмом, где бы только молодежь занималась. Ну и достаточно пойти в храм Святаго Духа, который недавно отреставрировали. Там гимназия замечательная, классическая гимназия, очень много молодежи, поэтому есть интерес, пожалуйста, найдем. А вот эти факты, которые то покемонов ломил, то мы пусть и муси, да, но ведь это же искусственно созданная ажиотаж. Вот и все. Да, так, а у нас ведь, простите, пожалуйста, вот вы из СМИ здесь, представители СМИ, почему вы не говорите вообще-то о хорошем стране? Почему ищите всегда жареные какие-то вещи, но говорите о хорошем, кто вам запрещает? Делайте образ своего народа, своей страны, республики Татарстан симпатичным и благовидным, а нередко мы наоборот, мы выискиваем где-то, что-то, где-то, когда-то, а столько вокруг прекрасного тоже. Если бы этого не было, мы бы с вами не жили так красиво. Пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое, Владыка, очень, по-моему, содержательная конференция получилась. Спасибо, коллеги. Завершаем на этом или есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо большое. Вы знаете, все-таки я хотел бы еще раз пожелать. Вот представителям, а здесь есть представители иностранных СМИ? Нет, в основном, да? Российские в основном СМИ только здесь? Да, да. Я бы хотел, мы очень много говорим о стране, о людях, вот и последний ваш вопрос. я многие годы прожил за границей, в разных странах, и, наверное, больше, чем даже некоторым из вас от роду, да, и всегда и везде. Первое, это защищаем интересы своей культуры, своей традиции, своего народа, и от вас очень многое зависит. От вас очень многое зависит. Вы более, чем на передовом фронте у нас в России. Ищите доброе, преподносите его, облагораживайте жизнь нашего общества, тогда всем нам будет хорошо. Но и все-таки не могу миссионерства, конечно, помните, без Бога не до порога. Храните каждую свою веру и не забывайте о Боге. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.